Начинаем наш эфир на тему боли в опорно-двигательном аппарате. Хотя я назвала боль в суставах, что делать, но на самом деле это будет такая широкая тема, все, что касается боли в опорно-двигательном аппарате. Ну, потому что это одна из наиболее распространенных проблем, это очень часто встречающиеся вопросы, и я это увидела по ответам в моих опросниках, вы как раз знаете проблемы, но жалобились больше всего на опорно-двигательный аппарат. И как вы совершенно правильно ответили в опросниках, первая реакция, которая должна возникать на боль, это не как ее заглушить, хотя это само собой напрашивается, потому что никому не нравится терпеть боль, а тем более боль в опорно-двигательном. Но на самом деле, конечно, в первую очередь нужно задать себе вопрос, что это за боль и какова ее причина. И вы совершенно правильно это отметили. Ведь если мы знаем причину, от чего возникла эта боль, то, соответственно, мы можем найти путь к этому источнику боли и найти решение, как избавиться от причины. То есть раскопать причины, почему эта боль возникла. Что такое боль? Это крик тела о помощи. Это такой тревожный сигнал. Это аварийная кнопка. Потому что ваше тело, оно не может, наше тело, оно не может по-другому разговаривать с нами, кроме как вот такими яркими болевыми симптомами. Если бы оно умело говорить, оно бы, наверное, что-нибудь сказало. Типа, со мной не все в порядке, да, помоги мне. Но только вот таким болевым образом тело может дать нам понять, что внутри есть неблагополучие. И пока мы не решим вопрос с этой ситуацией, с неблагополучием, мы не избавимся от боли. А все эти глотания обезболивающих, это всего лишь, ну, образно выражаясь, закапывание своей головы в песок, как это делает страус при виде опасности. То есть мы понимаем, что что-то происходит, но мы снимаем с себя ответственность, мы не идем вглубь этого явления, мы не лезем в причину, мы просто отгораживаемся, мы не хотим этого знать, мы предпочтем доверить это кому-то, там, доктору, врачу, но мы не хотим загромождать свою голову и свои мозги какой-то непонятной работой по поиску причины и бежим просто за обезболивающим. На самом деле мы уходим от проблемы, и чем дольше мы принимаем обезболивающие, тем глубже мы погружаемся в эту проблему. И если первоначальную боль мы игнорируем, и можем где-то перетерпеть ее, где-то отвлечься, где-то обмануть себя, где-то обезболить себя, то чем больше проходит времени, тем труднее становится обманывать себя и труднее заглушать эту боль. И мы запускаем процесс, мы входим в запущенную ситуацию. И вот на сегодняшних вопросах, на сегодняшних примерах, которые я себе записала прямо в лист, те вопросы, которые вы задали. Мы посмотрим, где есть начальная ситуация, что там можно сделать, а где есть запущенная ситуация, и что делать там запущенной. Я прямо начинаю с вопросов, и по ходу чтения этих вопросов буду разбирать прицельно каждую конкретную ситуацию. А вот первый вопрос. В съемности помню, что от чтения, например, книги в положении лежа на животе поясница болела. Сейчас после ночного сна. Потом расхаживаюсь, и все норм. Я вот этот вопрос поставила самым первым, не случайно, потому что, в принципе, вот с этого примерно, вот с таких ситуаций, все и начинается. Мы входим в какую-то неудобную позу, в какую-то неудобную позицию, и мы позволяем себе находиться в этой неудобной позиции какое-то время. Например, чтение книги лежа на животе. Представьте, в каком положении находится ваше тело. То есть это вот тело, и верхняя часть у него как бы приподнята, потому что вы же не можете читать книгу, уткнувшись в книгу. Вы обязательно голову приподнимите, и у вас тело вот таким образом изогнется. А теперь представьте, что вы стоите, и у вас тело вот так изогнуто назад. Вы сможете вот так стоять или ходить? Попробуйте, я думаю, вряд ли. То есть вот это положение, оно явно неестественное для позвоночника. Но мы себя вынуждаем находиться там в определенное время. Что происходит, когда тело принимает какую-то неестественную позу? Происходит спазм мышц. То есть вы мышцы свои напрягаете. Вы не замечаете, как вы их напрягаете. Либо вы замечаете, но вы машете рукой, что типа, а сейчас вот дочитаю там, или вы где-то вынуждены находитесь в такой позе. Может быть, в общественном транспорте. Я не знаю, где еще можно вынужден находиться в какой-то позе, который вы не можете изменить. И ваши мышцы спазмируются. То есть они принимают такое жесткое состояние, в котором они не могут быть подвижны. Они перестают быть эластичными, и они становятся как камень. В результате вот такого каменного состояния мышц пережимаются кровеносные сосуды и сосудики. Ну, даже если это мелкие сосудики, капиллярчики пережатые, то при этом у нас происходит нарушение кровоснабжения какого-то участка тела. Но поскольку мы делали неестественную ситуацию именно в области позвоночника, где-то туда-сюда плюс-минус, соответственно, кровоснабжение нарушается именно в этой области, в области позвоночника. Если нарушается кровоснабжение, это значит, что клетки, ткани вот в этой области перестают получать достаточно питания. Вот попробуйте не накормить себя какое-то количество времени. Там полдня не накормить, день не накормить, ну, несколько часов провести в голоде, а может быть даже несколько дней провести в полном голоде. Или в таком, в частичном питании, когда питания очень мало, вам это не хватает. Что с вами будет? Вы просто будете уже кричать, орать от голода. Вам будет нехорошо, вам будет некомфортно, вы будете мучиться, вы будете болеть, вы будете страдать. То есть вам будет плохо. Вот точно так же плохо происходит с нашими клетками, ну, в итоге тканями, да, и в итоге каким-то органом или участком тела, которое перестает получать питание в должной мере. А поскольку питание клеток обеспечивается именно с помощью кровеносных сосудов, то будучи пережатыми, даже если они мелкие, они перестают выполнять свою функцию. Соответственно, вступает голод, да, или там легкий голод, недокорм, так сказать. Вот ваша первая причина боли. То есть именно вот этим сигналом, болью, да, вот этой вспышкой, боли, ваше тело говорит вам, эй, друг, слушай, ты лишил пищи некоторые мои участки. Что нужно сделать в этой ситуации? Понятное дело, нужно снять спазм. И вот с таких ситуаций начинаются маленькие проблемки, которые потом перерастают в большие. Вот сейчас из примеров будете это видеть. Как снимаются спазмы? С помощью чего? Ну, с помощью любых мер, которые могут привести к расслаблению мышц. Ну, во-первых, это принятие какой-то удобной позиции. Очень хорошо ложиться и сворачиваться калачиком на боку, ну, такую, как улиточку такую, да, когда все, ну, как бы все мышцы приходят в такое очень комфортное, удобное состояние, так называемая поза зародыша. Под зародышу очень комфортно в такой позе лежать. Вот принять вот такую позу и какое-то время находиться в ней, полежать, просто расслабиться. Возможно сделать какую-то гимнастику, но гимнастику не в том смысле, что это обычная наша гимнастика, такая разминка, допустим, утренней, да, а это специальное упражнение, которое направлено на расслабление мышц. Можно сделать какую-то просто технику релакса, ну, не знаю, там, лечь под приятную музыку, помедитировать, может быть, лечь в теплую ванну, только не в горячую, а в теплую, и включить хорошую музыку и просто расслабиться. Согреть себя как-то, да, там, под одеяло, с грелкой, возможно. То есть сделать все, чтобы тело было расслаблено, хорошо, комфортно, ну, со всех сторон. И вот когда мы с самого начала, если бы мы делали эти действия, да, при малейших спазмах мы бы помогали себе расслаблять эти заспазмированные мышцы, то мы бы не допускали обширного спазма. Потому что одно дело, когда спазмы происходят такие небольшие поверхности, на маленьких участках, это одно. Но если этот маленький спазм не снять, то он постепенно перерастает в большой. Потому что мышечная система, вы знаете, например, не как, как у нас все устроено, у нас все мышцы связаны между собой. То есть не существует какой-то отдельно взятой мышцы в замкнутом пространстве. Весь мышечный корсет – это единая мышечная система. Поэтому неминуемо, да, мышечный спазм в каком-то одном месте начнет потихоньку обрастать спазмами соседних мышц. И боль будет становиться все сильнее, и избавиться от нее будет все труднее. То есть снять маленький спазм легко, снять большой спазм гораздо труднее. Особенно если он глубоко. Приведу пример просто вот себя. Однажды, давным-давным-давно, в моей жизни был такой случай, у нас случился пожар. Загорелся гараж. И я видела, и там, соответственно, машина тоже горела в этом гараже. Пока там вызвали пожарную, и пока ехала пожарная машина, а мы жили далеко за городом, это все полыхало ярким пламенем. Столб огня, клубы дыма. Это была настолько страшная для меня картина. Я на все это смотрела. И я застыла вот в таком состоянии, знаете, это какой-то дикий страх, который сковал все мое тело. Вот именно страх сковал тело. Ну, потом приехала пожарная машина, пожар потушили. Правда, машиной ничего не осталось. Но вот на следующее утро я не смогла встать с постели. У меня была сильная боль в поясничном отделе. То есть я просто не могла вообще даже вот просто встать с постели, разогнуться, согнуться, сделать шаг. Тогда я вообще не увязывала эти две вещи, да, вот этот пожар и эту боль. Я подумала, надо же как, вот одно за одним, да, одно за одним неприятности. И только потом, уже через большое количество времени, лет, когда я стала вот это все изучать, да, все эти взаимосвязи, я поняла тогда, почему случилась эта боль. Я, как говорю, что я получила сильный спазм на фоне вот этого страха, этого страха и ужаса. И было спазмировано буквально вот вся спина, все тело, нижняя часть особенно. И тогда вот пришлось прибегать к уколам. Это было очень давно, и я тогда, конечно, понятия не имела никаких других методов, кроме как принять какой-то укол обезболивающий. И вот такие спазмы, они могут возникать как от неудобных положений, так и от наших стрессов. Любого плана стресса, какие-то поругались там с кем-то, понервничали, что-то еще. Мы спазмируемся вообще всю жизнь. Всю жизнь. Мы просто не обращаем на это внимание. Но спазмы – это вот, это бич. Это просто наш бич. Поэтому, если у вас только начинаются вот такие, ну, небольшие боли, сразу ищите, где у вас было неудобное положение, где какая часть тела была заспазмирована, начинайте принимать меры к снятию спазмов, к высвобождению кровеносных сосудов. Ну, мы еще к этой теме будем возвращаться, потому что вопросов много, и так или иначе, они все будут перекликаться между собой, потому что причин, на самом деле, их немного. Они плюс-минус такие одинаковые примерно во всех вопросах, но с разными вариациями. Вот еще вопрос. Хрустят колени, косточки на ногах. Одна из наиболее частых причин хруста – это воспалительный процесс на фоне нарушения обменных процессов. И вот тут я вам хочу привести один яркий пример, прямо вот недавний. у меня сейчас идет марафон, ну, вернее, у меня уже давно идет, просто периодически бывают новые наборы. И вот прямо недавно получила сообщение в чате от одной из участниц марафона, которая провела несколько дней на условном голодании по огоням. То есть человек занимался и занимается очищением организма. И вот она пишет, удивительное дело, вот не могу поверить, что именно сейчас у меня перестали хрустеть колени, косточки. То есть до того момента, пока она не очищалась, у нее все это хрустело, но именно вот во время очищения у нее хрустеть это перестало. Почему? Да, спрашиваем мы. Ответ следующий. Потому что во время очищения организма мы убираем воспалительный процесс в теле. То есть смотрите, да, убираем причину, убрали воспалительный процесс и сразу убираем последствия. То есть ушел хруст, перестали хрустеть колени и косточки. А каким образом мы убираем воспалительный процесс? Убираем мы его следующим образом. То есть с помощью приема слабительного и с помощью того, что мы убираем твердую пищу и заменяем ее жидкой пищей и с помощью очищения кишечника через слабительные эклизмы мы спускаем очень мощный лимфоток. То есть лимфа спускает свои отходы в кишечник. И если кишечник забит, то спуск этих отходов происходит с затруднением. Поэтому много загрязнений остается в организме. Эти загрязнения, они как раз и провоцируют воспалительные процессы. Но как только путь освобожден, то есть кишечник начинает массированно очищаться с помощью слабительных, туризма и отсутствия твердой пищи, лимфа начинает активно выводить свои стоки туда, вниз. И если лимфа выводит быстро грязь из организма, то исчезает почва для воспалительных процессов. Уходят отеки. Соответственно, возобновляется хорошее кровоснабжение ну, собственно, всех тканей и в данном случае тех проблемных органов, о которых пишет человек, писал. И если это активный лимфоток и активный кровоток, мы нормализуем обмен веществ и уходит воспалительный процесс. Соответственно, сразу перестает хрустеть. Вот это очень интересная закономерность и уже многие люди наблюдали, что во время очищения организма как раз уходят вот эти болевые симптомы. Я сама была крайне удивлена, когда впервые делала свое первое очищение по агонян в 2016 году. У меня были дикие боли в левом плечевом суставе. У меня даже был пост на эту тему про то, как меня гоняли от терапевта к невропатологу и не могли поставить диагноз. И уже во время первой недели очищения, то есть с этим массированным очищением кишечника и заменой питания, вот здесь ушли отеки и причем начало буквально боль уходила с каждым днем все быстрее и быстрее. В то время, как полгода я просто мучилась ужасно. боли ничего мне не помогало. Ни уколы обезболивающие, никакие мази, никакие физиопроцедуры. Вот что значит своими собственными руками обеспечить себе отсутствие причины для боли. И если вот я знаю, что многие думают, что если что-то болит, то это однозначно нужно идти сразу к врачу, сдаваться там в поликлинику, получать какую-то терапию. Но друзья, для того, чтобы понять причину боли, нужно достаточно, не обязательно иметь медицинское образование, достаточно пойти и порыться в анатомии и физиологии человека, или учебник купить, или посмотреть какие-то материалы в интернете и понять, как у нас функционирует вообще наша система. И очень многое прояснится. И на очень многие вопросы вы найдете ответы самостоятельно, не обращаясь к врачу. Ну, врач, ведь согласитесь, врач не ищет причины. Он не будет рыть вашу историю болезни и спрашивать, где вы там перенапряглись, а где вы там понервничали, а где вы там спазм получили. Он не будет в этом разбираться. Он просто выпишет вам нужные препараты, которые помогают снимать воспалительные процессы, заглушать боль. И все, и до следующего спазма, или там до следующей какой-то причины. И вот сейчас, когда у меня люди на марафоне проходят вот такую практику очищения, мы еще дополнительно используем и эфирные масла. Почему бы не использовать этот природный продукт, если он есть в нашем распоряжении? Если уже века, века, века назад люди уже использовали во времена авиационные, использовали эти продукты для обезболивания, почему бы нам, современным людям, не взять вот эту практику и не применить ее тоже? Мы применяем вполне успешно. Есть специальная эфирная смесь Deep Blue, которая называется, и мы применяем ее наружно, она улучшает кровоток, она снимает воспалительный процесс и обеспечивает хорошее кровоснабжение проблемному участку, соответственно, боль снимается. Следующий вопрос звучит так. Частая боль в позвоночнике между лопаток, в тазобедренном суставе после продолжительной ходьбы? Вот когда я прочитала этот вопрос, у меня первая фраза возникла «Испегайте продолжительной ходьбы». Если вы специально ходите продолжительно и при этом у вас каждый раз возникает боль, я просто бы не стала ходить в таком случае, я просто бы заменила физическую активность на какую-нибудь домашнюю, например, лежа на коврике, можно делать упражнения, но если именно ходьба вызывает боль, то все-таки ее надо избегать. Если это ходьба вынужденная по работе или еще как-то, тогда другой вопрос, но если это специальная ходьба, то лучше не надо. Ну, а если серьезно, то по сути это уже такой обширный процесс нарушения работы опорно-двигательного аппарата, поэтому здесь нужно разбираться вообще комплексно, что там у вас есть, есть ли у вас лишний виз, это во-первых, во-вторых, поскольку если есть боль, то это однозначно воспалительный процесс в теле или воспалительные процессы в разных участках тела, то в первую очередь мы обращаем внимание на питание, из которого нужно убрать все провоспалительные продукты. Давайте я перечислю продукты, которые мы относим к провоспалительным, то есть к тем, которые усиливают, вызывают и усугубляют воспалительный процесс в теле. Ну, во-первых, это прямой сахар, то, что связано именно с сахаром рафинированным, все, что его содержит и сам сахар в чистом виде и все продукты, в которых он используется. Кондитерские изделия, выпечка и все такое. Почему? Потому что сахар ведет к закислению, а закисление это благоприятная почва для воспалительных процессов. Вот, все просто. Во-вторых, нужно убрать муку, все, что связано с мукой, с любой мукой, неважно, какая пшеничная, жирная, кукурузная, овсяная, любая мука, это глютен, это лектины, и это вещества, которые усиливают воспаление кишечника, в первую очередь. А из кишечника уже и дальше пойдет. Поэтому все крупы, вот это все мука, крупы, вот это все нужно убирать. Дальше, к провоспалительным относятся практически все растительные масла, за исключением, может быть, оливкового масла, масла авокадо. Поэтому, если вы, у вас есть эти проблемы, убирайте все масла. Я уже даже молчу про самый опасный продукт среди масел, это рафинированное подсолнечное и кукурузное масло, на котором все любят чего-нибудь жарить, обжаривать, и которое на 100% используется в фастфуде и полуфабрикатах, и выпечках, и всяких майонезах, соусах, и же с ними там везде используется рафинированное вот это подсолнечное масло. Это бегите от него как черт отладано. Просто выкидывайте без сожаления, отдайте там на смазку каких-нибудь ржавых ворот или чего-нибудь такого, но не используйте в питании. Это самый опасный продукт, который усиливает воспаление. Особенно тем, у кого есть аутоимонные заболевания, избавляйтесь от таких масел. Соответственно орехи и семена, которые мы тоже привыкли употреблять в пищу, вот в таких случаях лучше тоже убрать потому что это тоже лектины, это растительные белки, которые тоже могут усиливать воспалительные процессы. Однозначно нужно убирать молоко. Молоко содержит козеин, это белок, который часто запускает аутоимонный процесс, аллергические реакции, и если у нас проблемы с опорно-двигательным, то молоко это точно не наш продукт. Я еще соглашусь со сливочным маслом, соглашусь со сметаной, потому что это жир, по большей части жира, нежели белок, но вот молоко это откровенный белок, поэтому лучше от него отказаться. Ну и соответственно, как я уже сказала, полуфабрикаты, колбасные изделия, это все не наш продукт, если мы не хотим себе воспалительных процессов в теле. Я вот прямо сразу увидела вопрос, что чем заменить подсолнечное масло для жарки. Ну, во-первых, что мы жарим, да, вообще жарку нужно в принципе свести к минимуму или лучше от нее вообще избавиться, потому что это совершенно нездоровый процесс приготовления пищи, это такая канцерогенная история, если вы понимаете, о чем я говорю, то есть все это чревато всякими онкологиями и прочее. Поэтому если вы что-то решили приготовить, какую-нибудь капусту, допустим, потушить, то вместо вот такого масла лучше использовать какой-нибудь животный жир. Ну, внутренний жир можно, бараний, свиной, какой-нибудь утиный, куриный, любого животного внутренной жир перетопленный, это не только полезно, это не только вкусно, но это еще и как раз тот самый продукт, который будет заживлять воспалительные процессы в организме. вы должны это знать, что хорошие, правильные животные жиры, они как раз заживляют воспалительный процесс, их надо использовать. И сливочное масло, лучше топленое, и эти животные жиры внутренние, и обязательно рыбный жир, и жирную рыбу, это все наши продукты. Так, ну и вот что, как же питаться таким образом, если мы убираем эти провоспалительные продукты, что мы оставляем? Во-первых, тем людям, у которых уже есть проблема по всему позвоночнику, тазобедренных и все, вам нужно на какое-то время вообще просто можно перейти даже на легкое кето, то есть это питание высоко жировое и низко углеводное, то есть постараться вообще убрать все углеводы и свести их к маленькому минимуму, там немного фруктов оставить в течение дня, и то может быть не очень сладких, а что-нибудь там цитрусовое, зеленые яблочки, какие-нибудь ягоды возможно, вот такое, оставить жиры, хорошие жиры животные, оставить легкий животный белок желательно, ну это жирная рыба, это яйца, это рыбный продукт, например, печень, рыбы, икра рыбы, ну мясо мы тоже можем оставить, но желательно, чтобы это все-таки было не очень много его и какой-то более-менее натуральный продукт, здоровый, не напичканный антибиотиками, куриная тушка там с фабрики или свиная тушка, ну что-то желательно такое, может быть где-то из деревни там кто-то, да, там какой-нибудь барашка или индюшку или что-то в этом роде, там кролика какого-нибудь, вот так, и немножко, да, немножко фруктов, овощи, оставляйте овощи, как сырые овощи, так и термически приготовленные, причем не надо упираться вот только там, да, на сырую пищу, нет, можно и термически приготовить, то есть это и тушеные, овощи могут быть запеченные, это и супчики какие-то, только без круп, с жиром, да, с, там, с мясом, может быть, свареные на каком-то мясокосном мальоне, но должна быть нормальная пропорция, то есть и сырая пища, и растительная, и обязательно жиры, которые будут заживлять воспалительный процесс, и вот на таком питании побыть недельку и посмотреть, как вообще будет, что еще можно вот в этом случае посоветовать? Я бы советовала прямо вот хотя бы неделю побыть на очищении таком легком, начать со слабительного, любого, которое приемлемо, либо сульфат магния, либо касторка, ну, такой, который более мощно очищает кишечник, принять, да, слабительный, очистить кишечник и перейти вот на такой облегченный вид питания, хотя бы на недельку, и в течение недели заботиться о том, чтобы очень хороший был стул. Что мы для этого делаем? Мы употребляем семена льна, кстати, семена льна как раз употреблять можно в молотом и размоченном виде, чтобы он был превращен в такой кисель, потому что семена льна это хорошие жиры, это омега-3, и вот как раз семена льна, они тоже хорошо заживляют стенки кишечника. Семена льна очень хороши для формирования стула, для продвижения каловых масс по кишечнику, поэтому их очень хорошо употреблять, когда мы хотим, ну, когда мы вообще хотим себе хороший стул, и особенно, когда мы хотим снять воспалительные процессы. Кроме того, для хорошей перистальтики и хорошего каловыведения можно употреблять псиллиум, это шелуха семян подорожника, мы просто можем добавлять ее в напитки, в суп можно добавлять, но при этом нужно довольно хорошо пить в течение дня, потому что он разбухает, этот псиллиум, и если его не снабжать достаточным количеством воды, он может создать затор в кишечнике, вместо того, чтобы помочь каловым массам выйти, он создает затор, поэтому хорошо нужно пить. Вот, и попробовать вот один день в неделю, допустим, делать разгрузочным, хотя бы там до ужина побыть на каких-то там на чае травяном, на водичке, на ягодном морсе, на каком-то компотике, вот такое, чтобы жидкое было, хотя бы до ужина. Один день в неделю, а ужин сделать обычным, как всегда, вот, и посмотреть, что у вас будет, что у вас получится. По итогу вот этой, хотя бы там одной-двух недель, посмотреть, как, вот в этом случае, как, что будет с болями, останутся они точно такими же, или они уменьшатся. Вот если они уменьшатся, значит, вам есть о чём задуматься, значит, вы умеете своими руками, да, регулировать вот эти вот воспалительные процессы в теле и распоряжаться своими внутренним состоянием, чтобы либо доводить себя до боли, либо не доводить себя до боли. Есть ещё одна хорошая штука, это вот как раз у кого по всему телу, там, да, между лопатками и бёдрами, есть вот такая книжка, я её очень люблю, она называется «Сола для позвоночника». Автор её Анатолий Ситаль. У меня эта книжка уже сто лет, мне ещё, когда я была совсем молоденькой девушкой, мне эту книжку подарил папа и сказал, дочка, она тебе пригодится. Тогда я, конечно, её положила на далёкую полку, и она мне там много лет лежала, потому что, когда мы молодые, нам ничего этого не нужно, да, у нас и так всё хорошо. Но однажды настал момент, когда я достала эту книжку, я её открыла и поняла, что теперь она мне очень пригодится. Значит, Анатолий Ситаль «Сола для позвоночника». Я не знаю, есть ли она в электронном виде, но у меня она вот только в бумажном. Что там есть? Там, описано 125 лечебных поз при проблемах позвоночника в самых разных его отделах. С картинками, с описанием специальных упражнений. Упражнения очень интересные, кстати, основанные как раз вот на растягивании мышц. Поэтому вот эту штуку я прям очень всем советую. Так, переходим к следующему вопросу. А, да, вот ещё по предыдущему, да, когда мы заходим в такую пробную неделю или две недели такой разгрузки, да, изменённого питания, с очищением кишечника, ну, в таком лайт-варианте. Это не тяжёлые, да, очищения, то есть это не голод, это там не на воде или никак, это с едой, но просто вот немножко о более облегчённом варианте, чем обычно. Очень хорошо было бы ещё вот о такой тестовой неделе или двух недель попринимать адсорбент. Лучший адсорбент, на мой взгляд, это белая пищевая глина. Каолин по-другому её называют. Если кому-то нужен, напишите директ, дам ссылочку, где её взять. Что она делает? Она забирает на себя изнутри токсины, то есть те самые токсины, которые являются тоже провоспалительным фактором. Вот эта глина она забирает на себя и выводит вместе с калом наружу. Таким образом мы ещё более прорабатываем свои воспалительные процессы и уменьшаем их. Ну и конечно, вот когда речь заходит о таком дотальном воспалительном процессе, что и лопатки, и бедро, то есть это такое вот явное дело, что это прям вся спина практически, то в таких случаях мы натуропаты используем протоколы с эфирными маслами, которые такие специальные массажи, которые накладываются на всю спину от копчика до шеи и с участием ещё и стоп, то есть прорабатываются стопы и позвоночник. Это такой лёгкий массаж без нажима, его можно делать всем, но он идёт с чередованием эфирных масел. Вот такой протокол, который называется воспалительный, кстати, мы применяем практически в любых ситуациях, когда речь заходит о воспалительном процессе и когда нужно снять боль. Вот это уже получается целый комплекс мер, то, что я вам назвала в ответе на этот вопрос. Следующий вопрос опухают пальцы. Вот если опухают пальцы, то считайте, что это начало, то есть возможно, что это только самое начало воспалительного процесса и такая начальная стадия, когда её ещё можно остановить и полностью ликвидировать. То есть одно дело, когда речь заходит про уже деформацию костей или разрушение костей, разрушение сустава, когда уже необратимый процесс, это одна ситуация. Но когда речь идёт об опухании пальцев, то это явно воспалительный процесс, но это явно где-то ещё в начале. Поэтому вот что, однозначно нужно сразу пробовать вот такой детокс и обязательно с очищением кишечника и обязательно на фоне очищения кишечника подключать лимфодренажную гимнастику. Это вот к тем, у кого опухает, у кого отекает. Что такое опухает, отекает? Это скопление токсинов вот в этом месте. Почему токсины в этом месте? Потому что воспалительный процесс. И это попытка организма разбавить эти токсины дополнительной жидкостью, которую он забирает с других участков тела и направляет туда, где есть воспалительный процесс, где нарушено питание возможно. он разбавляет эту воспалительную среду дополнительной жидкостью. Возникает отек или опухает, что-то в этом роде. То есть, когда мы запускаем лимфодренажную гимнастику, что такое лимфодренажная гимнастика? Это специальные упражнения, которые помогают лимфе активнее двигаться по телу, активнее собирать все отходы в теле и выводить их в кишечник. Но лимфодренажная гимнастика должна делаться только на фоне очищения кишечника. То есть, если у вас, допустим, запоры или даже не запоры, а просто вот вы решили взять и поделать комплекс лимфодренажной гимнастики, если вы не будете параллельно работать над очищением кишечника, чтобы он у вас более усиленно очищался, через слабительное, через какие-то другие средства, чтобы это действовало на активное опорожнение кишечника. Если вы не будете этого делать, то ваша лимфодренажная гимнастика приведет к тому, что вы просто взбаламутите болото. То есть, то болото, которое у вас есть из застоев этих лимфатических, оно просто начнет вас взбаламочивать внутри, но выхода это все равно не будет, потому что лимфа-то выводит стоки через кишечник. А если вы его не освободили, если вы стенки его не приготовили, если вы сосочки вот эти в толстой кишке не освободили от каловых залежей и от слизи, чтобы через сосочки выходили вот эти стоки лимфатические, то вы просто пострадаете от этой лимфодренажной гимнастики. У вас отеки могут развиться еще больше. Я знаю такие примеры. Поэтому лимфодренаж делать только на фоне очищения кишечника. И лучше, если сделать так, допустим, пару недель провести на легком питании, на массированном очищении кишечника, скажем, один-два раза в неделю очищать его слабительным или клизмой, или слабительным и клизмой, то есть чередовать через раз, принимать псилюм, принимать лен, принимать глину, пропиваться хорошо, чтобы с жидкостью все выходило, то есть запустить массированное такое очищение кишечника и только через две недели подключить лимфодренажную гимнастику. Вот тогда вот это сработает. И тогда посмотрите, уйдет ваш отек, будет у вас меньше опухать, отекать и болеть или как? И тогда уже будете делать вывод. Следующий вопрос, распространенный остеохондроз. Ну, что могу сказать? Могу только посочувствовать, что ситуация зашла далеко, распространилась по всему телу и поэтому вам нужно делать все, вот что я сказала выше. И менять питание, и очищать кишечник, и делать лимфодренаж, и добавлять сителя, и добавлять эфирные протоколы, и обязательно укреплять мышечные корси. Только вот здесь сразу скажу, что не надо быть фанатом. А то знаете, как укрепляем мышечный корсет, ну это я сейчас, это я могу. И вот 33 года лежал на диване, а потом взял и как нагрузился для мышечного корсета, что порвал себе все связки, все, и слег в инвалидную коляску. в общем, укрепление мышечного корсета, это история очень долгая, и она начинается буквально, я не знаю, с растирания, если у вас дряблые мышцы по всему телу, буквально просто растирание, какой-то массаж, какие-то банальные упражнения для того, чтобы хоть как-то привести в движение, запустить все ваши мышцы, понемножечку начать их раскачивать. И постепенно, постепенно, с постепенным увеличением доводить до уже более таких продвинутых упражнений, но это очень долгий процесс, и делать его нужно растянутого времени. Если не укреплять мышечный корсет, то считайте, что ваш позвоночник, ваши там все позвоночные диски, все это болтается в свободном пространстве, и при малейшем каком-то не знаю, там толчке, или где-то в машине едете, у вас там это может все выбиваться, не знаю, грыжи, протрузии, все что угодно. В общем, когда нет мышц, то очень тяжело, опорно-двигательным аппарату очень тяжело, если нет мышечного корсета. Я думаю, вы понимаете, что мышечный корсет это просто хорошие крепкие мышцы в теле. следующий вопрос. Грыжа в шее, артроз сустава ключицы. Это навсегда мне 35 лет. Нет, прям вот хочется вас убедить, что 35 лет это очень молодой еще возраст, и в этом возрасте очень много обратимых процессов, даже несмотря на артроз. Ну вот как я предполагаю, что такое артроз? Это уже разрушение костных тканей, то есть это процесс, который не в мягких тканях, а он уже в жестких, то есть уже кость начинает разрушаться, а начиналось это все скорее всего именно с грыжи в шее, то есть артроз сустава ключицы видимо произошел уже на фоне грыжи в шее, то есть если грыжа в шее, это значит, что там мощный глубокий и застарелый спазм, который привел к тотальному нарушению кровоснабжения и привел к этой грыжи, поэтому что делать? Снимать этот спазм, здесь конечно тяжелее, потому что когда грыжа в шее, здесь особо не разбежишься с массажем, особо не разбежишься с гимнастикой, какими-то растяжками, здесь при наличии грыжи нужно быть вообще супер аккуратным, но вот применение эфирных масел вполне допускается, вполне, потому что когда мы делаем массаж с эфирным маслом, мы вообще не затрагиваем глубокие слои механически, то есть механически мы гладим только кожу, у нас эфирные масла проникают сквозь поры кожи, а физическим движением мы ничего не продавливаем, то есть на мышцы мы не давим, поэтому здесь эфирную терапию применять можно, причем если мы делаем вот такой легкий поверхностный массаж с помощью эфирных масел по коже, а потом сверху еще накрываем это на 15 минут горячим влажным полотенцем, ну или не горячим, а теплым, лучше будем так говорить, то проникновение эфирных масел внутрь усиливается, увеличивается до 70%, для чего нам это нужно, мы применяем те эфирные масла, которые снимают воспаление и которые усиливают кровоток, а это именно то, что нам нужно для снятия воспалительного процесса, для снятия отеков, для уменьшения болевого синдрома, ну для решения проблемы в конце концов, конечно, я понимаю, что одной эфирной терапии мало, здесь нужно тоже применять в общем-то все то, что я говорила выше, то есть и питание, и очищать кишечник, ну без этого никак, и когда речь идет о нарушении уже костных тканей, там мы применяем протокол с эфирными маслами костный, он так и называется костный, и он работает на восстановление твердых тканей, чтобы, когда мы имеем дело с грыжей, да, и в шейном отделе, тем более, то говоря о укреплении мышечного корсета, нужно понимать, что выбирать какие-то очень-очень щадящие позы, может быть лежа, может быть сидя, но такие позы, которые не будут вас дополнительно травмировать. Следующий вопрос, маме назначили операцию на коленный сустав, можно ли обойтись без нее 66 лет? К сожалению, отвечу нет, потому что если предлагают замену сустава, это значит, что старый сустав полностью развалился, и если кость развалилась, то здесь уже, что бы мы ни применяли, уже восстановить процесс невозможно. То есть это запущенная ситуация, поэтому лучше себя до такого не доводить тем, у кого начальная ситуация. Следующий вопрос, жалуюсь на колено и артроз большого пальца ноги. Опять артроз, это опять уже нарушение костной ткани, но если сейчас артроз на пальце ноги, то это значит, что вполне возможно, что рано или поздно артроз будет и в колене, и в бедренном суставе, то есть это прогрессирующая ситуация, и лучше себя не доводить до такого, а прямо сейчас, чтобы остановить разрушительный процесс, заняться собой. Вот смотрите, давайте еще одну ситуацию надо рассмотреть, которая касается аутоиммунных процессов, очень часто и артрит, и артроз возникают на фоне аутоиммунного процесса, причем человек об этом даже может не знать, вот он ходит, да, и говорит, вот колени болят, вот у меня там косточки болят, вот то, все болят, прикладывает там лопухи всякие, делает себе компрессы, примочки, и питается, чем Бог послал, и большинство людей вот совершенно недомек, что вот такие явления, связанные с суставными болями, они очень часто происходят по причине аутоиммунных заболеваний, что это такое, ясняю, это первоначально это идет из синдрома дырявого кишечника, то есть это стенки кишечника, которые терпят воспаление, да, есть воспаленные участки, по какой причине, по причине загрязнения кишечника, там, где загрязнение кишечника, там патогенная микрофлора, и начинаются эти воспалительные процессы, которые делают стенки кишечника очень тонкими, настолько тонкими, что сквозь них проникают внутрь кровь нерасщепленные молекулы белка чужеродного, то есть тот же самый козеин из молочка, те же самые глютен и лектины из пшенички, пшеничного хлеба, из кашек, проникают в кровь, молекулы чужеродного белка, и организм включает защитную реакцию, выработку антител, которые должны уничтожить вот этого чужеродного, этот чужеродный белок, но под раздачу попадают не только враги, но и свои собственные ткани, потому что у них схожие белковые структуры, у наших тканей и у тех врагов, которых там проникли в кровь. То есть при хорошем, здоровом кишечнике, у которого нет синдрома дырявого кишечника, все должно выводиться наружу естественным образом вместе с калом. Расщепленный, нерасщепленный, неважно, вот переварили, не переварили, что вы там ели, мясо, или там хлеб, или кашу, что если ваш кишечник здоров и стенки его целые, все выйдет с калом, и вам не грозит ни молоко, ни избыток мяса, ни лептины, ни хлебушек, ничто вам не грозит, если у вас здоровый кишечник. Но, к сожалению, в наше время очень мало людей со здоровыми кишечниками, потому что питание, в принципе, нездоровое, и у людей нет никакого понимания о том, как делать его здоровым. Очень много вот этого всяких сочетаний совершенно безумных. Творог с ягодами, вот это все, пирожки с повидлом, все это в тотальном таком масштабе принимает такой вид, что в кишечнике постоянно идет процессы брожения и гниения. И именно они приводят к воспалительным процессам. и вот если аутоиммунный процесс в теле присутствует, то, соответственно, любой орган может попасть под разрушение. И очень часто под разрушение попадают суставы, костная ткань начинает разрушаться. Также под разрушение может попасть щитовидная железа начинается гипотириоз, аутоиммунный тиреидит и все в таком духе. Это тоже аутоиммунный процесс и тоже по причине синдрома дырявого кишечника. Поэтому когда речь уже заходит об артрозе, то в любом случае, в любом надо пересматривать питание по тем принципам, которые я в начале нашего разговора вам рассказала, убирать все продукты, которые вызывают воспалительный процесс. Это небольшая жертва убрать сахар, муку, убрать крупы, убрать колбасы и рафинированные масла. Это небольшая жертва. У вас все равно в питании остается достаточно хороших, вкусных продуктов, которые будут вас насыщать. И рыба, и яйца, и масло, и овощи, и фрукты. Это все очень хорошие продукты. И нет никакой причины, чтобы страдать по этому поводу. Ах, меня посадили на диету. Это не диета, это как раз и есть нормальное, естественное человеческое питание, которым человек питался с давних пор именно таким образом. То есть он кушал растительную еду и животную еду. То есть то, что его окружало в природе. Это потом уже люди научились делать колбасу, научились печь, выпекать всякие тортики, делать конфеты, создавать какие-то невозможные гастрономические изыски, чипсы, колу, все такое. Это уже не было никогда. Возвращаясь к теме наружного применения, то есть то, что мы работаем изнутри, на уровне питания, на уровне очищения, это одно. Но возвращаясь к наружному применению, почему люди так, у которых больные суставы, почему люди так любят применять какие-нибудь наружные средства типа там мази, примочки, компрессы и так далее. Это все имеет место, это все можно и нужно применять, потому что все вот эти местные применения, они служат для усиления кровотока. Да, какие-то вот компрессы, допустим, лобухи там привязывают. Что это? Для чего это? Это для улучшения кровоснабжения данного органа. То есть надо понимать данного участка тела, надо понимать, что чем лучше кровоснабжение этого участка, то есть чем лучше его питание, тем меньше он будет болеть. Теперь это понятно. Тем меньше будет криков и возмущений. Поэтому все, что касается наружных применений, можно применять все, что угодно, все то, что вызывает улучшение кровоснабжения. Собственно, на этом и эфирная терапия тоже основана, потому что есть масла, которые очень глубоко проникают в кровь и доходят вплоть до костной, твердой ткани и там делают свою работу. Поэтому у нас есть эфирная смесь, такая, Deep Blue, которую можно и просто смазывать коленом, можно компрессик накладывать, можно легкие массажи делать. И это все работает очень глубоко, причем заходит очень быстро в кровь, потому что молекула эфирного масла настолько мала, что проникает в клетку беспрепятственно, даже сквозь ее жировую оболочку. И без труда проходит кровь и разносится по всему телу. И там уже делает свою работу. Плюс к этому мы можем добавить еще БАДы, БАДы, то есть антрецептики. Ну вот прямо могу рассказать нашу историю у моего мужа. Два года назад очень сильно болели колени. Нагрузка была очень большая на стройке, физически перенапрягался, а колени были уже с давних пор проблемные и болеть стали просто невыносимо. Что мы делали? Тогда у нас не было в нашем распоряжении эфирных масел. Мы накладывали мазь из пчелиного подмора. Поскольку у нас пасека, у нас есть подмор, мы сами делаем мазь из пчелиного подмора. Что делает пчелиный подмор? Поскольку это пчелопродукт, то его основная роль это усиление кровотока. И вот таким образом мы накладывали эти компрестики, согревали область колена и очень быстро боль проходила. А еще даже муж сажал пчелу на колено, она его жалила и с помощью этого яда наступал оздоровительный такой лечебный эффект целебный и боль очень быстро проходила. Но потом у нас полтора года назад появились эфирные масла, я имею ввиду у нас, в нашей семье, и мы стали использовать еще и диблу. То есть мы накладывали мазь из-под мора, добавляли туда диблу и получали еще более мощный эффект. Потом у нас пришли на российский рынок добавки полифенольных комплекс диблу. Мы стали еще и добавки внутрь поднимать. И вот на сегодняшний день слава богу колени просто ведут себя великолепно. То есть вообще нет никаких проблем. Как будто бы никогда ничего и не было, как будто бы ничего и не болел. Так что управа есть. Есть управа, если в комплексе принимать все меры, а у нас получается все комплексно. Мы делаем, то пожалуйста боли нет. И как только допустим у мужа заболит поясница, это тоже одно из его слабых мест. Мы тут же применяем вот эти все меры. И расслабляющие позы, и мазь, и диблу, и в общем-то и протокол воспалительный. Делаем все и боль снимаем. Научились это делать очень быстро, поэтому далеко и глубоко не запускаем вот этот процесс. А если предположить, чтобы мы ничего не делали, то мы запустили бы его до в такой степени, что возможно это было бы уже разрушение твердых тканей. То есть артроз вплоть до всего самого плохого. Не хочу даже об этого думать. Ну вот здесь еще был вопрос, что грыжа в спине, дистрофичные изменения в позвонках, разваливаются в 49 лет. Ну вот все ровно то же самое, что я говорила выше. Все это нужно применять. По поводу протрузии, пишут, что протрузии в поясничной области, мучаюсь от боли каждый день. Все то же самое, что говорила, но плюс еще вам нужно, поскольку выпадание ткани диска идет, то значит, что нужно? Нужно делать очень аккуратные, я бы сказала, аккуратные в квадрате и в кубе растяжечки очень-очень просто миллиметровые, я бы, наверное, даже так, буквально доли миллиметров. Как их делать? Вот, например, у меня дома висит, не висит, а весь черенок от лопаты. Я его кладу на створки дверей, у нас такая дверь есть двустворчатая, кладу черенок на дверь и каждый раз, проходя, когда я иду в туалет, каждый раз, проходя мимо этого дверного проема, я делаю полувис. Заметьте, не вис, а полувис. Это очень большая разница. Если вы повизнете, оторвав ноги от земли, вот, как бы, желая себе добра, вы можете упасть и больше не встать, потому что вы там все себе разорвете, у вас все, вообще, все будет очень плохо. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, к моим словам очень внимательно. Надо делать полувис. это означает, что ноги ваши остаются стоять на полу. То есть, перекладина должна быть на таком уровне, чтобы ноги стояли на полу и чтобы у вас еще был запас, чтобы вы могли согнуть коленки. То есть, нужно держаться за эту палочку и нужно сгибать коленочки, стоя ногами на полу, чтобы можно было регулировать силу вот этого натяжения. а оно должно быть минимальным, совсем минимальным, вот просто практически незаметным, особенно поначалу. И вот так потихонечку, потихонечку просто растягивать все свои мышцы на всей спине, получается. И высвобождать себе, чтобы не было вот этого сдавливания, которое приводит к боли. Чтобы освобождать, давать себе пространство межпозвонками и в то же время снимать спазм. Потому что вот такие полувисы, они как раз очень хорошо снимают спазм. Но только еще раз повторю, это нужно делать крайне аккуратно, крайне. Просто лучше не до, чем перья. Вот еще один вопрос, уже приближаюсь к концу, последний вопрос. Немножко смешно вам прозвучал. сколько нужно осилить голодовок, чтобы остановить развитие артрита, артроза? Сама постановка вопроса очень некорректная. Осилить голодовок. Во-первых, не голодовок. Мы не говорим так, голодовок. Но мы можем сказать голодание. Мы можем так сказать. Ну и потом осилить это тоже немножко не про то. Можно осилить там, поднять мешок картошки, можно осилить. Но голодание мы не осилием. Мы подходим к нему очень грамотно, очень бережно и аккуратно и тоже осторожно. Потому что если не зная броду пойти в эту воду и просто взять и на вашем зашлакованном организме, на вашем традиционном питании с булочками, с большим количеством мяса, сладостей и так далее. Просто взять и начать голодание, пусть даже условное голодание, это то, о чем я говорю, чем я занимаюсь с людьми на моем марафоне. Мы занимаемся условным голоданием по огоням. То есть это не прямое голодание, а нахождение на жидком питании. Мы убираем твердую пищу на какое-то время, заменяем ее жидкостями, свежевыжданными соками и травяными чаями с медом. на какое-то время. Кто-то на несколько дней, кто-то на неделю, кто-то чуть больше недели, кто-то три недели, но это зависит от человека, от его готовности, от его ситуации, насколько ему это необходимо, насколько комфортно это переносит и так далее. Поэтому осиливать тут ничего не надо. Когда люди приходят ко мне в марафон, чтобы заниматься такими мероприятиями, то, о чем я выше проговорила, и менять питание таким образом, чтобы не вызывать воспалительных процессов, и очищать организм с помощью условного голодания. Когда люди приходят, то они заходят сначала в большую подготовку. Они сначала все это теоретически проходят, чтобы понимать, где не оступиться, где каких косяков не упороть. Потом начинают практически все это делать под моим руководством, под сопровождением в чате. И так потихонечку, шаг за шагом, мы доходим до продвинутой степени очищения, когда у нас на самом деле наступает условное голодание, но мы его не осиливаем, мы просто его практикуем настолько, насколько это комфортно. Сколько раз его применять, это тоже зависит от ситуации. Но если так в среднем, если человек пришел с проблемой, с глобальной проблемой, скажем, с артритом, с артрозом, то мы берем расчетный период год. Год. То есть вы должны понимать, почему я сделала свой марафон бессрочным. Потому что мы работаем в долгую. Мы не работаем месяц и не разбегаемся. Мы за месяц ничего не сделаем. Если у вас артроз, мы за месяц ничего не сделаем. Мы будем работать год и два и дальше. То есть если мы берем расчетный период год, то мы должны за первый год сделать четыре раза курс очищения через условное голодание. Протяженностью какой будет зависеть в каждом случае индивидуальный подход. И в промежутках между этими курсами очищения мы должны заниматься оттачиванием питания. Вот того самого питания, которое убирает воспалительный процесс. Вот такая у нас работа. И параллельно мы занимаемся и лимфодвенажной гимнастикой, и укреплением мышечного корсета через уроки йоги, через уроки пилатеса. И это все включено в рамки марафона. И занимаемся эфирной терапией. Учимся как применять эфирные масла внутрь, как наружно, как делать протоколы, какие бывают протоколы, кому какие нужны, на каком этапе и так далее. Вот все это у нас входит в нашу программу. А вот уже после первого года, когда вы сделали вот эти четыре свои первые курсы очищения, там дальше надо смотреть. Если у вас все очень хорошо изменилось, то есть вы перестали испытывать боль, вы себя привели в хорошую форму, вам вообще все очень нравится, то дальше вы можете просто по желанию, это может быть раз в год, это может быть два раза в год, это будет зависеть от ваших желаний. Вы даже можете каждый месяц делать короткий забег на пару-тройку дней, если вам это нравится. А люди, которые у меня на марафоне, они обычно уже сами начинают разбираться, когда, сколько и чего им надо. У них организм уже сам требует. Когда организм зашлаковывается, человек это очень чувствует ярко и по изменению стула, и по изменению самочувствия, и по изменению внешнего вида, и по набору лишнего веса, и по усилению каких-то болевых симптомов, он все это видит и чувствует, и он говорит, все, мне пора очищаться, хорошо, говорю я, давайте, заходим очищаться, вот так мы живем. Ну и последний вопрос, 14-й, плоскостопие, вальгус, боль по всей длине ног, артроз, ну в общем тоже целый букет. По поводу плоскостопия, да, не строим никаких иллюзий, и понимаем, что само по себе оно, конечно же, не пройдет, им надо заниматься, причем заниматься долго, упорно, нудно, да, начиная с ортопеда, подбора стелек, подбора этих разделителей для пальчиков, да, вот этих резиновых или силиконовых, как они, вот, ванночки для ног, массаж ног, причем ванночки мы можем делать с более утоляющими эфирными маслами, например, такие как лаванда, мята перечная, у нас есть также еще и более утоляющее эфирное масло, которое внутрь можно принимать, оно называется капайба, оно очень приятное, кстати, многие удивляются, что эфирные масла можно применять внутрь, ну да, это немножко непривычно, да, звучит, потому что когда мы покупаем эфирное масло в аптеке, там в аннотации написано, что ни в коем случае нельзя применять внутрь, поэтому я тоже долгое время была в полной уверенности, что эфирные масла это только для ароматизации помещения, но я-то сейчас говорю о маслах терапевтического класса, которые производит Дотера, поэтому эти масла, они имеют сертификаты пищевых, но это те масла, которые именно предназначены для употребления в пищу, и мы смело их используем, и салатные заправки делаем с эфирными маслами, и добавляем в напитки, и так принимаем с ложкой меда, и принимаем в капсуле, в общем, и под язык, и на язык, мы по-разному, разные масла по-разному применяем в зависимости от их назначения, вот, и очень важно, если это тема вальгуса, да, вот, очень важно работать над ощелачивающим питанием и ощелачивающим питьем, для чего? Для того, чтобы соли нам растворять, разбивать и выводить, это очень-очень важно, ощелачивающее питание не допускает избыточного животного белка, не допускает аксалатов, которые, допустим, в вареном щавеле, или в вареном шпинате находится, и так далее, то есть, это достаточное количество сырой растительной пищи и такой сочной, свежей, вот, она как раз является ощелачивающей, чтобы солей у вас новых не откладывалось, а те, которые имеются, их нужно выводить, а выводим мы соли именно с помощью условного голодания, да, потому что условное голодание является очень мощной очищающей процедурой, когда буквально на клеточном уровне начинают шлаки все у нас растворяться и выходить в нужном направлении в кишечник, а там мы уже их забираем адсорбентами, клизмами, слабительными, мы их выводим из кишечника и таким образом мы очищаем свой организм от шлаков и токсинов. Организм, который очищен, но я не говорю, что на 100%, потому что на 100% нельзя быть очищенным, все равно так или иначе мы будем загрязняться, потому что современное питание и современная атмосфера они не предполагают 100% чистоты, все равно будем загрязняться так или иначе, но вопрос в том, что можно же это регулировать, либо у вас степень загрязненности очень высокая, и вы просто болеете и разваливаетесь по частям, так как вы пишете, либо вы своими собственными руками и знаниями уменьшаете этот уровень загрязнения до безопасного и живете спокойно и комфортно, не испытывая боли, в нормальном весе, с нормальным обменом веществ, хорошо выглядите, у вас достаточное количество энергии для жизни и вы довольны и счастливы. То есть это все делается не с помощью врачей, а с помощью своих собственных рук и знаний и своих собственных действий. Ровно то, чем занимаюсь я. Так, а еще по поводу ощелачивающее питье, вот что еще не сказала, очень хорошо пить водичку, в которую можно добавлять чуть-чуть прям вот капельку ну как сказать, прям троечку крупинок морской соли, скажем, на литр воды, да, прям чуть-чуть крупиночек морской соли и лимонный сок. Вот такая вода будет очень хорошо ощелачивать. А если еще к этой воде добавить эфирное масло лимона, то это просто напиток номер один. Вот с ним прям жить, это с вальгусом, с подаграми, с отложением солей, нужно жить просто вот с этим напитком. Это обязательно. Вот с этой ощелачивающей водичкой. И пить ее в течение дня в теплом виде с утра и до 18 часов пить глоточками прям через каждые 15 минут по одному-два глоточку. Это не напрягает мочеводелительную систему, это не напрягает вас, это не перегружает ваш желудок. Так, водичка таким образом так распределяется равномерно в организме, что действительно по-настоящему увлажняет, ощелачивает, но не напрягает ваши почки и не заставляет вас, как сумасшедшие, бегать каждые полчаса в туалет. Вот. И очень хорошо вот при таких вещах, когда мы имеем дело с вот такими уже глубокими обширными поражениями, когда уже и нога полностью болит, спина полностью болит, очень хорошо работает у нас в эфирной терапии особый массаж, так называемый ароматач, по-другому можно сказать аромоприкосновение, ну если перевести с английского, аромоприкосновение. Если кто-то из вас когда-нибудь слышал или может быть знает про рейки, систему рейки, то вот ароматач это что-то похожее на рейки, потому что там специалист, который делает массаж ароматач, он во время всего массажа, а массаж может длиться долго, там в течение 40 минут, он буквально не отрывает рук от своего подопечного, и это такие нежные поглаживающие движения с различными эфирными маслами, которые тоже наносятся, конечно же, по особой методике, есть своя технология, и люди этому учатся даже, этой технике, учатся специально на курсе дотера, чтобы уметь оказывать помощь своим близким, своим знакомым, вот при таком способе соприкосновения с эфирными маслами в виде техники ароматач, человек получает полную перезагрузку, вот нужно видеть лица людей, которые встают с массажного стола после ароматача, это лица людей, которые как будто побывали в раю, у них светятся глаза, у них такое просветленное лицо, у них лицо человека, который испытал что-то космическое, а многие даже засыпают прямо на массажном столе, потому что настолько сильно расслабляет эта техника, что человек просто даже не может сопротивляться и полностью уходит в сон, расслабляется, а ведь это то, что нам нужно, друзья, ведь при всех проблемах с опорно-двигательным аппаратом в первую очередь нам, конечно же, нужно расслабление, современная жизнь такая напряжённая, так заставляет нас стрессовать, кого не послушаешь, кто в депрессии, кто в стрессе, кто на каких-то, на нервике, а это, конечно же, всё усугубляет ситуацию, это усиливает все наши спазмы внутри, поэтому нам нужно очень большое внимание уделять себе в плане расслабления, учиться это делать. Если у вас вот все на чьи вопросы я отвечала, ну и, может быть, те вопросы, на которые я не отвечала, которые задавались по ходу в чате, или, может быть, ранее задавались, я их не охватила, всё, что вам непонятно, или вам нужно дополнительные какие-то от меня рекомендации получить, не стесняйтесь, пишите в личные сообщения, я отвечу всем более широко, и, может быть, там детально какие-то вещи нужно проговорить, кто что-то не успел там понять, пожалуйста, готова отвечать на все ваши вопросы. завтра у нас новый эфир, он будет посвящен сахарной зависимости, как я и обещала, мы три дня подряд делаем прямые эфиры, и завтра приглашаю вас в это же время на прямой эфир, посвященный борьбе с сахарной зависимостью. Всё, тогда не прощаюсь надолго, до завтра. Пойду готовить запись этого эфира. Спасибо.